Добрый день уважаемые устьюжане! Мы рады приветствовать вас на сегодняшней встрече с главой Великоурсского муниципального района Александром Владимировичем Кузьмине. Подобные встречи стали традиционными. Александр Владимирович регулярно проводит встречи с жителями городских и сельских поселений и микрорайонов нашего города. Откроем сегодняшнее мероприятие просмотром небольшого фильма о нашем районе. Внимание на экран! Великоустевский район расположен на северо-востоке Вологодской области. У нас проживает 54 тысячи человек. Административный центр района – город Великий Устюг. Основан в 1147 году. Ровесник Москвы – Вологды. В прошлом был богатым купеческим городом. Мы и сегодня двигаемся в ногу со временем. Имея богатую историю, славные культурные и духовные традиции, обладаем значительными возможностями, потенциалом экономического роста и социального развития. Основные отрасли экономики – сельское хозяйство, лесозаготовка, туризм, торговля. Одной из ведущих отраслей, располагающей производственным потенциалом, является лесопромышленный комплекс, в котором заняты 1602 человека и задействованы 147 предприятий. Леса занимают 82,5% территории района. Общий объем запаса древесины – 105 миллионов кубометров. Наш район – один из лидеров среди хозяйств Востока Вологодской области. Агропромышленный комплекс является одной из приоритетных отраслей в экономике района. В отрасли трудятся более полутора тысяч человек. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 8 сельхозпредприятий, 17 крестьянско-фермерских хозяйств, более 8 тысяч личных подворий граждан, садоводческих обществ, 7 предприятий, заняты переработкой продукции. Чтобы улучшить показатели, планируется обновление оборудования посушки и доработки семенного зерна в хозяйствах района, приобретение техники для уборки. Это позволит получать семена высоких репродукций, зерновых культур и многолетних трав. Завершено строительство первой очереди современного животноводческого комплекса на 2200 голов. Объем поддержки сельского хозяйства из всех уровней бюджета составил 181 миллион рублей. Субсидии получили предприятия «Устюг-Молоко», «Северодвинец», агрофирма «Шардинская», «Варжа», «Теблагорье», «Крестьянско-фермерские хозяйства». Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 9 месяцев 2019 года составил 860 миллионов рублей. Увеличение в два раза к уровню соответствующего периода прошлого года. В Великоусевском районе на сегодняшний день зарегистрировано 1032 организации, 1411 индивидуальных предпринимателей. Основные направления деятельности малого и среднего бизнеса – торговля, производство, транспорт, услуги и строительство. Доля малого и среднего предпринимательства в общей сумме собственных доходов районного бюджета – 38%. В Великоусевском районе готовятся грамотные кадры, которые становятся достойными представителями профессии. Среднепрофессиональные образовательные учебные заведения подготовили 420 специалистов. Это повара, столеры, судоводители, педагоги, электрики, строители и многие другие. Приоритетная задача руководства района – благоустройство среды для комфортного проживания граждан. Ледовый комплекс «Мороз-Арена», физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, стадион, строительство современного спортивного ядра у 4-й школы. Благодаря целому ряду объектов спортивной направленности созданы прекрасные условия для начинающих и опытных спортсменов. Не случайно наш район на протяжении последних лет остается в числе лучших по уровню организации физкультурно-спортивной деятельности. Серьезный объем работ выполнен по ремонту дорожного полотна. Преобразились улицы Павла Покровского, Красная и Грезинская. Летом 2019 года новый асфальт появился на улице Неводчикова в Великом Устюге и улице Текстильщиков в Красавино. В 2017 году успешно проведен первый этап реконструкции набережной. В 2019 году завершен второй этап ее благоустройства, включающий площадь Ленина. На протяжении 10 лет ведутся активные работы по берегу укреплению. В соответствии с графиком в 2019 году сдан третий этап протяженностью 2,5 километра. Продолжаются икноуглубительные работы на Сухонье и Северной Двине, которые позволяют снизить вероятность образования заторов и негативные последствия паводка в районе. Ежегодно изымается более 300 тысяч кубических метров инертных материалов. В 2020 году будут срезаны перекаты «Малый коневец», «Верхний» и «Нижний» и «Аристовские». С 2015 года на Вологодчине успешно реализуется уникальный проект «Команда губернатора. Мы вместе. Народный бюджет». Рекордное количество заявок было реализовано в 2019 году на общую сумму финансирования в 19 миллионов рублей. Строительство детских площадок, модернизация освещения, обустройство пожарных водоемов, приобретение нового звукового оборудования, ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Далеко не весь перечень реализованных проектов. Дальше больше. На 2020 год Великоучевский район направил 74 заявки на общую сумму 20,6 миллиона рублей. Губернаторам области принято решение снизить софинансирование со стороны местных бюджетов, юридических и физических лиц с 50 до 30%. Сейчас народный бюджет стал еще выгоднее и доступнее. Ежегодно из бюджетов различного уровня выделяются средства на ремонт в образовательных учреждениях, ведь создание комфортных условий – залог успешного воспитания и обучения юных устюжан. 9-я и 4-я школа, Усть-Алексеевская школа, детские сады «Теремок» и «Аленушка» – это далеко не все работы, выполненные только за это лето. Для укомплектования районной больницы врачебными кадрами разработана программа развития здравоохранения, по которой производятся единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу, оплачивается наем жилья, приобретаются квартиры. В 2019 году в двух зданиях начались работы по перепланировке под квартиры молодым врачам. 20 квартир получат молодые специалисты. Сегодня Великий Устьюг, как родина Деда Мороза, известен во всем мире. Если 20 лет назад вотчина зимнего волшебника принимала всего 3000 гостей в год, то сегодня количество посетителей, праздников и мероприятий в сказке у Деда Мороза увеличилось до 200 тысяч. Для развития туристической сферы немалое внимание уделяется транспортной доступности. Ремонт автодороги Нюксеница-Великий Устьюг. Также для увеличения потока туристов увеличивается взлетно-посадочная полоса Великоустевского аэропорта. Проекты и программы, инициированные областной властью, еще один действенный способ развития Великоустевского района. Благодаря программе «Школьный автобус» новый транспорт получили 4 образовательных учреждения, а по программе «Сельский дом культуры» уже завершены работы в Усть-Алексеевском ДК. Кроме этого, в каждом районе появился новый автобус для организованной и безопасной перевозки творческих коллективов и спортивных команд. Для многодетных семей увеличена компенсация коммунальных платежей. Запущены и уже успешно реализуются региональные программы по льготной ипотеке и земельному сертификату. В нашем районе в 2019 году подали документы и получили поддержку 93 семьи. А благодаря 8 инициативам на 20% увеличена заработная плата работникам бюджетных организаций, не вошедшим в майские указы президента. Это более 300 устьюжан. 8196 ветеранов труда, детей войны и тружеников тыла нашего района также стали получать увеличенную в два раза ежемесячную денежную выплату. Успешно воспользовались 50% скидкой на санаторно-курортный отдых наши учителя и воспитатели. А 400 студентов среднеспециальных учебных заведений с сентября получают повышенную в два раза стипендию. Кроме этого, увеличена компенсация на приобретение твердого топлива и сжиженного газа для льготных категорий граждан. А благодаря программе «Светлые улицы Вологодщины» наш район стал еще благоустроеннее и комфортнее для проживания. Великоусевский район в числе лидеров по реализации этой программы губернатора. Первоначальный план, а это 649 светильников, удалось увеличить благодаря экономии в ходе проведения торгов. Всего в городе и районе в 2019 году заменено и установлено 1658 светильников. В 2020 году программа продолжится. Предусмотренное финансирование – 12 миллионов рублей. Юбилейные дни рождения образовательных учреждений – 9 мая и Прокопьевская ярмарка. День города и 95-летие Великоусевского района. Торжественное открытие площади Ленина и день рождения Деда Мороза. 2019 год был богат на яркие праздники и важные даты. Великоусевский район по праву называют музеем под открытым небом, потому что он хранит богатое природное, историческое и культурное наследие. Но главная наша ценность – это люди, каждый житель нашего района. Поэтому все усилия органов власти в первую очередь направлены на создание и улучшение условий жизни у стюжан, на достойное будущее наших детей и внуков. Сейчас хотелось бы представить людей, которые сегодня будут работать для вас, отвечать как уже на поступившие вопросы, так и на обращения, возникшие в ходе встречи. В зале сегодня присутствуют депутат Законодательного собрания Вологодской области Татьяна Павловна Муромцева, руководители структурных подразделений районной администрации, депутаты городского совета, руководители правоохранительных и надзорных органов, учреждений сферы здравоохранения и образования, руководители предприятий и учреждений района, представители коммунальных служб, представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Ахвалайн, представители молодежного парламента района, общественного совета района и представители общественных объединений. Мы очень рады, что в зале сегодня очень много активных и неравнодушных к жизни района земляков. Сегодня мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Ну и, конечно, хотелось бы приступить уже к ключевому пункту нашей повестки дня, пригласить сюда к нам за трибуну главу Великольского муниципального района Александра Владимировича Кузьмина. Очень приятно, что сегодня модератором на нашей встрече Олег Шпикин. Это у нас председатель молодежного парламента. Это наша молодежь, которая также со временем придет в органы места самоуправления и будет на этой трибуне докладывать о тех мероприятиях и проектах, которые будут реализовываться также в дальнейшем на территории Великолусского муниципального района. Всех устежан я хочу поприветствовать. Пришли, если вы с нами работаете, значит вы неравнодушны по тем вопросам, которые сегодня надо обсудить. Вопросов очень много на встречах, которые мы проводим с жителями Великолусского муниципального района, с жителями города Великолустика. Обсуждаем вопросы, которые надо принять оперативно решение. И вот те проекты, которые мы потом докладываем губернатору Вологодской области на градостроительных советах, они как раз и исходят из встреч, которые мы проводим с жителями Великолустика муниципального района и потом действительно получаем тот результат, который сегодня мы с вами будем обсуждать. Сегодня мы обсудим те задачи, которые мы ставим на 2020 год, подведем итоги к 2019 году, те проекты, которые реализовали мы вместе с вами в 2019 году. И, конечно же, ответим на вопросы, которые вы зададите и запишем. И также в дальнейшем примем эти вопросы, те планы, которые мы будем реализовать на дальнейшие годы, 2020, 2021, 2022 год. 2019 год он показал уже совершенно по-другому формат отношения, формат взаимодействия с жителями. Органы местного самоправления провели более 60 встреч за 2019 год. Это показатель. Мы провели встречи как и в городских, так и в сельских поселениях. Раньше этот формат выстраивался именно информационных дней. Мы проводили встречи с жителями Великолустика муниципального района, в городских и сельских поселениях. В городе Великолустики была всего одна встреча. Это когда глава отчитывался за пройденную работу за год. В прошлом году мы провели в городе Великолустики более пяти встреч. В этом году, уже начинаем, стартуем в январе, это уже на микрорайоне гора. Мы в каждом микрорайоне проводим встречи для того, чтобы действительно жители данного микрорайона пришли на встречу и задали вопросы, именно касающие тех проблем, которые надо решать на микрорайоне, там, где мы проживаем. Мне бы хотелось начать свой доклад, свой отчет именно с тех вопросов, которые на сегодня более увязаны со всеми проектами, которые мы реализуем. Это, конечно же, финансы. Мне хотелось бы рассказать о бюджете Великолустика муниципального района. Если уйти в историю, историю 2015 года, но на 1 января 2015 года муниципальный долг бюджета Великолустика муниципального района составлял 156 миллионов рублей. Это на 1 января 2015 года. Это бюджетные кредиты, которые брали на погашение зарплаты, оплату коммунальных услуг, оплату тех услуг, которые предоставляются бюджетным учреждениям. И 60 миллионов кредиторских задолженностей за выполненные работы и услуги имел Великолустика муниципального района долговых обязательств перед предприятием. Это 215 миллионов рублей долговых обязательств. И мы видим, как за последние годы сократился муниципальный долг на 130 миллионов рублей, а кредиторские задолженности на 1 января 2020 года отсутствуют, нулевая. За все выполненные работы и услуги у нас задолженности кредиторской в Великолустика муниципального района нет перед предприятиями и учреждениями. Вопрос очень серьезный, причем, потому что действительно, когда такая ситуация была, финансовая нестабильность, был два варианта, или продолжать брать кредиты, или действительно затянуть ремни, где-то сократить расходы и участвовать в программах, региональных и федеральных программах. И мы пошли по второму пути, действительно была поддержка, очень серьезная поддержка правительства Вологодской области, губернатора Вологодской области. За 4 года мы полно сократили муниципальный долг, ликвидировали кредиторскую задолженность. И уже практически на 1 января 2020 года мы имеем 25 миллионов муниципального долга. Это не обременяет наш районный бюджет в плане того, чтобы мы реализовываем какие-то проекты. И за прошлые все годы, которые мы вместе с вами реализовали проекты на территории Великолустика муниципального района, мы смогли не только сократить муниципальный долг, но и провести большие работы по ремонту уличной дорожной сети, по строительству инфраструктурных объектов. Это большая работа проведена. Доходная часть бюджета района составляет у нас из двух составляющих, это собственные доходы и безвозмездные поступления. Великолустики муниципального района активно участвуют во всех программах, и нам удалось привлечь в бюджет Великолустика муниципального района в 2019 году более 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Статья о расходной части районного бюджета, мы видим это в основном, мы сохранили социальную направленность нашего бюджета Великолустика муниципального района. Основные расходы это, конечно же, образование, культура, физическая культура и спорт, ЖКХ, дороги и транспорт, социальная поддержка, поддержка поселений, городских и сельских поселений в Великолустика муниципальном районе. Ну, не только участие в программах, но, конечно же, одно из таких направлений, важных направлений, я считаю, что за последние годы, за последние уже 5 лет мы работаем активно в нашем Великолустике муниципальном районе, и город Череповец активно работаем в проекте городоставительных советов. За 4 года уже мы провели в Великолустике муниципальном районе 8 городоставительных советов и привлекли 3,6 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию социально значимых объектов, ремонт уличной дорожной сети. И буквально в 2020-2021 году, также по решению в городоставительных советах, мы привлекем на территории Великолустика муниципального района более 2 миллиарда рублей. Мне хотелось бы остановиться кратко на тех вопросах, те вопросы, которые мы принимали на городоставительных советах и потом реализовывали на территории Великолустика муниципального района. Это, конечно же, одно из главных направлений, это ремонт уличной дорожной сети. Все прекрасно помним, как мы проводили большие комплексные работы по ремонту уличной дорожной сети. Это улица Красная, улица Гледнинская, улица Павла Покровского. В 2019 году мы провели большую работу по ремонту улицы Неводчикова, это от улицы Набережной до улицы Сахарова. И дополнительно еще сделали работу за счет средств Великолустика муниципального района, начали уже работы по ремонту улицы Сахарова. Также провели работы по ремонту улицы Набережной с площадью Ленина. Это второй этап ремонта улицы Набережной. Также начали работы проводить по второстепенным улицам, это улица Кушкариха и улица Максима Горького в городе Великолустики. Отремонтировали дополнительно, конечно, еще провели работы и в городе Красавино, и в Саликсееве, и в Черниве. Большие работы проводили мы по ремонту уличной дорожной сети. В решение гнацитинского совета также входили вопросы, которые мы реализовывали, и уже первый этап в 2019 году мы реализовали. Это более двух километров берегу укрепления. Мы видим, как с каждым годом мы преображаем нашу улицу Набережную и проходит берегу укрепления вдоль реки Сухана. Также входили в вопрос и городский совет. Одна из главных задач – это безопасность города Великого Устьюга, это проведение работ по новым глублению. В этом году мы начали проводить работы по новым глублению на Канинецком и Алисском перекате. В 2019 году мы в этом году продолжаем эти работы, будет большой объем работы выполнен по новым глублению, и в дальнейшем будем также потихонечку спускаться туда по северной длине, и, соответственно, уходя, срезать перекаты, которые нам было с реки Юг. Большой проект, конечно же, по строительству спортивных объектов. Все мы помним, как мы реализовали те проекты, которые мы принимали на городском совете. Это строительство «Морозарены», это строительство физкультурно-раздоровительного комплекса на Кузнецово-Сем. Один из важных проектов, который также обсуждался и был принят на городском совете реконструкция аэропортового комплекса. Полностью удлиняется, зайдет на посадочная полоса до 1800 метров, с 1300, это будет второй аэропорт Вологодской области. Такого класса, где мы можем принимать, Великий Устик сможет принимать, самолеты, средне-магистральные самолеты, до 100 мест, могут делать рейсы с города Санкт-Петербурга, с Москвы, с других больших городов. И тем самым, конечно же, Великий Устик будет один из городов, который будет иметь такой аэропорт. И вот такие аэропорты даже не имеют оригинальные центры, некоторые субъекты Российской Федерации. Проведены большие работы, конечно же, мы по учреждению образования, это 4-9 школа. Мы ежегодно проводим работы в тех школах, которые действительно не проводились, ремонты уже на протяжении десятилетий. И мы видим, как преображаются эти школы, учреждения на образовании. Мы продолжаем проводить работы и в детской поликлинике. Мы закончили буквально, правда, с задержкой, потому что подрядчик попался не совсем добросовестно. И все равно в декабре мы приняли эти работы и закончили работу по ремонту детской поликлиники. Ну и, конечно же, одно из таких важных событий в декабре ушедшего года, в декабре, 19 декабря, мы проводили градоставительный совет, это 8-й градоставительный совет, на котором мы рассмотрели более 22 вопросов. И по решению градоставительного совета мы привлекаем на Великогорский район более 2 миллиардов рублей. Один из главных таких проектов по ремонту уличной дорожной сети это ремонт улицы Дежнёва-Щелкунова с подъездами с левого и правого берега реки Суханой. 96 миллионов рублей вместе с тротуарами и замена протяженностью 1 километр водопровода по улице Дежнёва. Это большой такой проект, который мы будем реализовывать уже в 2020 году вместе с вами. И получим прекрасную улицу Дежнёва-Щелкунова и подъезду к реке Малая Северная Блина. Будут проведены также ремонтные работы по ремонту улицы Сергея Применина. В этом году Сергею Анатольевичу Применину исполнилось бы 55 лет. Улица, носящая звание Героя России, она сегодня, по мне, будет третьим состоянием. В 2019 году там были заменены светильники Сергея Доводна, поставлены уличные светильники. А в этом году мы полностью благоустроим улицу с тротуарами и тротуарное ограждение будет установлено по этой улице. Будем продолжать также ремонт по улице Сахарова. Это уже от улицы Кирова до улицы Кузнецова. Это будет проходить ремонтные работы вдоль детского сада Родничок, многопрофильного колледжа с выходом на улицу Кузнецова полностью в асфальто-бетонном исполнении. И у нас получится улица Сахарова с улицы Кушкина будет отремонтирована и закольцован тот микродолем многоквартирных домов, где действительно улица Сахарова всегда была в таком неудобной состоянии. Будем проводить ремонтные работы, продолжать по спортивным объектам. Ежегодно мы занимаемся ремонтом спортивных и строительством спортивных объектов. Тут наш старый флог на улице Кузнецова будет отремонтирован. Капитальный ремонт мы проведем как внутри, так и снаружи. И подъезд к фокусу мы сделаем. Полностью будет устроена территория с парковкой от улицы Кузнецова в асфальто-бетонном исполнении. И мы его перепрофилируем под центр единоборства. Ребята, которые занимаются в подвалах или в других залах, которые не обустроены, будут заниматься все. Это и борьба, это и самбо, и бокс. Все будут заниматься в центре единоборства. Снова будет уровня регионального. Там мы можем проводить соревнования как регионального и межрегионального уровня. У нас получится еще один объект в 2020 году, спортивный объект, где могут заниматься ребята еще видами спорта. Как я сказал, что мы будем проводить дальше ремонтные работы, большие ремонтные работы по двум школам. Это четвертая и девятая. Контракт по четвертой школе он будет двухгодовой. Более 30 миллионов рублей мы будем привлекли из областного бюджета дополнительный ремонт. Четвертая школа, там будут проведены большие ремонтные работы по четвертой школе и девятой школе. Девятая школа закончена ремонтной работы уже в этом году и она приобретет совершенно другой вид. Ну, конечно же, хотел бы не сказать, что мы сегодня находимся в здании учебного корпуса Многофрофельного колледжа. На градоставительном совете рассматривался вопрос по ремонту и привлечению средств областного бюджета этого корпуса номер один. За 2021-2023 годы будут проведены ремонтные работы на сумму около 62 миллионов рублей. В этом году уже начнутся ремонтные работы. Подготовка проекта рассматривалась документация на дальнейшие ремонтные работы в следующие годы. И было принято решение провести комплексные работы и ремонт учебного полигона с дополнительными переоборудованиями под обучение категории Е и Д. Это тоже такая большая работа будет проведена. Культурные объекты также мы будем ремонтировать. Молодежный центр «Авангард». В этом году мы запускаем тоже большой ремонт. Это и капитальный ремонт внутри молодежного центра «Авангард». Это и будет снаружи отремонтировано. Там будут проведены большие ремонтные работы. И молодежный центр «Авангард» примет совершенно другой вид. Мы уже начали там проводить работы. Мы видим, как замену кресла. В 2018 году мы при поддержке фонда кино поставили там современное оборудование, где сейчас можем посмотреть фильмы, новые фильмы первого проката. И, наверное, большинство уже здесь присутствующих присутствовали на этих просмотрах. И я хочу сказать, что качество, наверное, не хуже, чем в городе Подлость, куда иногда наши выстежания здесь смотрят сильно. Ну и, конечно же, тот проект, который мы давно уже обсуждаем и доводим, и дорабатываем, приняли уже на 20-м совете решения. В 2020 году выделено из областного бюджета строительство новой ветстанции и ветлаборатории на улице Хабарово. Там, где у нас сейчас стоит то деревянное здание, ветстанция, полностью будет построена новая ветстанция с полным из проекта 106 миллионов рублей. В этом году начало строительства, и в этом году по проекту должны закончить это строительство. Большой проект, который будет обслуживать районы Востока области, это Кишкин-Родецкий, Никольский, Нюксинский, и наша станция будет соответствовать всем нормам и требованиям, правилам. И дальше мы сохраним то, что были вопросы о ликвидации ветстанции ветлаборатории новонадужного. И мы отстояли, что действительно в Великого Сибири будет новая, современная ветстанция ветлаборатории. И, конечно же, вот те проекты, которые мы реализовали по благоустройству улицы Набережная, это наша визитная карточка, стола наши туристы и наши устьюжане, и вот сам гуляют, вечерами и летом, и сейчас в зимний период. Очень много людей гуляют по Набережной. Действительно красиво, хорошо, благоустроено. Было принято решение на городском совете 19 декабря, и выделено, уже дано поручение губернатору, выделено 7,5 миллионов рублей на разработку проекта изыскательских работ, проекта смех и документации на реконструкцию и ремонт третьей очереди Набережной. Третья очередь Набережной будет протяженностью 900 метров. Это от теплосетей до храма у нас идет Семена Столкника, и это протяженностью 900 метров. У нас набережная составит протяженностью по итогам всех работ 1 километр 800 метров. Вместе в этот проект мы включаем в ремонт и реконструкцию сквера речников и сквер имени Кирова. Но в итоге мы предлагаем осмотреть вопрос по смене названия сквера имени Кирова сделать сквер Молодоженов. Там будет хороший проект сквера речников, там будет устроена детская площадка, большой плац, сцены, маяк, детская, будут сделаны аллеи. В полностью благоустроена как сквер речников, так и сквер Кирова и благоустроена территория вместе с ремонтом нашего маловиктурной формы, нашего памятника, водолею с фонтаном. Вот это все входит в этот проект. Сегодня мы ведем работу подготовительную, чтобы принять участие в федеральной программе поддержки малых городов и исторических поселений. Буквально в январе месяце мы встречались в Великомустаге с председателем комитета Совета Федерации. Он приезжал сюда, и мы обсуждали вопрос, и мы заручились поддержкой по нашему проекту. Это тоже немаловажно, когда у нас будет поддержка именно по нашему проекту. И если мы отстоим вопрос и в этом году пройдем конкурс и получим финансированный федеральный бюджет, то это будет, конечно, хорошо. Но не получится, мы также шли по второму этапу, пытались пройти, но тогда не было поддержки. Не получится, будем рассматривать вопросы на следующем Градосоветном Совете, когда разработаем проект осметной документации, на 2021 год будем проводить работу за счет областного бюджета и с авиацией районного. Так как и второй этап. Но на 2021 год мы будем планировать, рассматривать на следующем Градосовете, когда разработаем проект осметной документации, по ремонту третьей очереди набережной города Великого Устика и сквера Речников. Это такой большой проект, который действительно город Великого Устика преобразится после реконструкции улицы Набережи. Город Великого Устика активно, Великого Устика активно участвует в программе с 2017 года в федеральной программе «Кофорная городская среда». И за период уже четырех лет, 2017, 2018, 2019 и 2020 год мы заходим, мы провели очень большие работы. Это и общественные территории, которые мы вы видите, как мы при 2019 году это Комсомольский сквер, как он стал яркий, как мы поменяли детскую площадку, сделали ремонт аллей, осветили все эти аллени. Он действительно принял совершенно другой вид. Это и конечно же в парке, в городском парке имени Михаила Матвеевича Бугдакова построила также детская площадка за участие в программе «Комфортная городская среда». Хорошо мы отремонтировали и преобразился сквера по плану молодежного центра «Авангард», детская площадка и поставлен тренажер. Ну и конечно же все видели, как была отремонтирована аллея у храма Стефана Великоперска на нашем кладбище по улице Красноармейской. Также было отремонтировано пять дворовых территорий в городе Великомустиге, это по улице Кузнецова 15-24, Сахарова 18-54. И улица Мира, дом 1 и дом номер 2. Проведены большие ремонтные работы и на 2020 году, уважаемые коллеги, мы по данной программе в нашем микрорайоне появится спортивная площадка «Воркаут» за общежитием Красноармейская 81 и детским садом «Ромашка». Это по программе «Комфортная городская среда». Спортивная тренажерная будет такие, примерно, как и «Комсомольство» в Твере артивандальные стяжане могут заниматься к этому воздухе спортом. И, конечно же, мы ставим перед собой задачу благоустроить и дальше дворовую территорию. В 2020 году, в этом году, мы отремонтируем дворовые территории Топова улицы Виноградова, Сахарова и Красноармейская. Полностью есть схема, она у нас красная выделена. Это будет дворовая территория отремонтирована в квартале вот этих домов. Так что будет проводиться очень большая работа по благоустройству дворовых территорий на Твере Виноградова. Наше предложение мы с коллегами обсуждали на 2021 год провести большую работу, я думаю, и вы поддержите 2021 год по программе «Профортная городская среда» по ремонту в общественных территориях провести большую работу по ремонту тротуара в городе Виноградова. И мы уже буквально сегодня проработали наше предложение, сейчас ставим на голосование и будем также предложение от Устюжа. Действительно, вот те финансы, которые мы закладывали на ремонт скверов, парков, именно отремонтировать по этой программе тротуары в городе Великого Мстинга. Коллеги, поддержите меня? Абсолютно. Голосуем, все поддержим, да? Поддержим. Спасибо большое за поддержку и также будем встречаться с Устюжанами, я думаю, Устюжане также нас поддержат. Я много тоже скажу по нашему городу и вижу, что очень много надо ремонтировать тротуаров. Мы улицы ремонтируем, за последний год много ремонтировано уличной дорожной сети. Я знаю, что есть и что еще делать. Я с вами полностью согласен. Все сразу не сделать, но идем вперед хорошим темпом. Большие средства мы привлекаем с области дополнительные средства для ремонта уличной дорожной сети. Если сравнить с 2019 годом, у нас было привлечено 60 миллионов рублей на дополнительное на ремонт уличной дорожной сети в городе Великого Мстинга и Великогорском районе на 2020 год по решению Россовета только на ремонт уличной дорожной сети дополнительные средства из бюджета области выделены 140 миллионов рублей. Цена с каждым годом все увеличивается. И очень приятно видеть то, что действительно независимо от того, что есть выборы или нет выборов, у нас ремонтующий район идет, развивается, и мы с каждым годом ремонтируем уличную дорожную сеть, ремонтируем стально значимые объекты и строим новые объекты. Это приятно видеть. благоустройство детских садов. В прошлом году я сам лично побывал в детском саду Буратино номер 5 и куда заходил на территорию, конечно же, самым стало даже не то, что страшно, но и стыдно, потому что такие дворовые территории, такие территории вокруг детского сада, где дети ходят, родители, маленькие дети, они полностью уже не соответствуют тем условиям безопасности и комфорта для того, чтобы там ходили маленькие дети или они. Приняли решение с 2019 года мы начали ремонтировать территорию детских садов. Два детских сада отремонтировались, детский сад Ребинка и Буратино, первый и пятый детский сад. На 2020 год поставили в план отремонтировать еще три детских сада, территории, два детских сада будет в городе Великомустиге и один детский сад в городе Красавина. В Великомустиге территория детского сада Солнышко и детского сада Родничок, вот эти два детских сада, которые находятся на обесп Verdun的人 города, будут также отремонтированы территорию в асфальтно-бетонном исполнении. И дальше будем продвигаться, ремонтировать. Мы отремонтировали также территорию девятой школы в 2019 году. В этом году будет полностью что было устроено на территории асфальтно-электронного исполнения вокруг ЧТШКОВ. Велико-Ульский район активно принимает участие в программе «Народный бюджет». Это проект, который инициировал губернатор Вологодской области. Он работает, наш Велико-Ульский район участвует с 2015 года. В 2015 году был всего один проект, а в 2019 уже 60 проектов. В нем участвовали 15 городских и сельских поселений. Это приятно видеть, что практически все поселения участвуют в этом проекте. Интересно, что некоторые проекты, даже большинство проектов, инициируют граждане. Выходят с инициативой о том, чтобы сделать то или иное мероприятие. Это благоустройство территории, это замена светильников, это система водоснабжения, это покупка звукового оборудования, покупка костюмов. И вы знаете, что эти проекты инициаторами, которые выходят люди, и потом сами контролируют и участвуют в реализации этих проектов, приятно видеть. В Велико-Ульском районе, как я сказал, в 2019 году 60 проектов, из них 18 проектов было реализовано на территории города Велико-Ульска. Это, конечно же, большая такая работа проведена, которая и предстоит дальше нам продолжать работать. В 2020 год Велико-Ульский район заявил 74 проекта. Это практически мы всегда в лидерах муниципальных образований. У нас 28 муниципальных образований в Вологодской области, и наш район всегда в лидерах по количеству проектов в народный бюджет. И если еще в 2019 году софинансирование было 50 на 50, 50% с областного бюджета, 50% с местного бюджета и участие жителей и предприятий, то в этом году губернатор области принял решение софинансирования 70 на 30, 70% с областного бюджета, 30% с местного бюджета. Это уже нагрузка меньше на местные бюджеты, больше идет с областного бюджета. И на 2020 год также подано 74 заявки, из них 20 проектов в Велико-Ульский район. Основные проекты в Велико-Ульский район – это благоустройство детских игровых площадок на территории многоквартирных домов – это улица Кузнецова, 15, улица Уловского, 36, Черкунова, 35, Виноградово, 68 и улица Кузнецова, 7. Благоустройство здоровых территорий многоквартирного дома улица Ложенчарского, 45. Устройство тротуара переулок 2-й кооперативный, 9, улица Водников, 45. Снова здание по адресу улица Садкова, 37. Это очень важно. Хотел на этом остановиться. Вы помните, это здание стоит до сквера Нагорный. Это здание приняли решение снести и не проводить там никаких строительных работ, не строить ни домов, ни вот этого. Выделить там один участок, земельный участок для обустройства сквера, для отдыха жителей микрорайона ГАРа. Там мы поставим спортивную площадку рядом с детской площадкой, разобьем аллеи, сделаем там малой их турной формы, светильнички, поставим скамейчики. Там можно прийти погулять как молодым мамам с коляском, так заниматься спортсменом, спортом. И вот именно зона отдыха для жителей микрорайона ГАРа. Это будет хороший такой проект для реализации у нас, коллеги, потому что я сам являюсь жителем нашего микрорайона ГАРа. С 1 января 2019 года одна из таких нашумевших реформ, который был дан старт в Вологодской области, это реформа с обращением структурных коммунальными отходами. Действительно много было разговоров, много было таких вопросов, недопониманий. И я хочу сказать, что когда я пришел работать в органы местного управления и встречался с жителями, были три таких важных вопроса. Три вопроса, когда я встречался с населением, это дороги, это обращение с мустром, твердые коммунальные отходы, и, конечно же, освещение улиц тем на время суток. Такие большие были вопросы глобальные, мы видим за последние годы. Освещение улиц, мы же забыли, когда у нас улицы не освещались, сейчас у нас темное время суток, улицы все освещаются. Наоборот, сейчас еще есть вопросы в плане того, что свет в окно падает. Но люди уже, мне кажется, привыкли, они зажили, когда улицы у нас не освещались. Мы хорошо привыкаем, быстро. Дороги мы стараемся ремонтировать. И вы видите, что большой объем работ для Великого Устьяга мы делаем, что понимаем, что столица Великого Устьяга является городом Великого Устьяга, и всегда столица должна выглядеть хорошо. И мы будем ставить перед собой задачу благоустроить так территорию города Великого Устьяга, чтобы он был лучшим городом исторически, но и на северо-западе Российской Федерации. И к этому мы идем, и будем стремиться, и будем делать. И я считаю, что у нас это пока получается, но не так бы, как нам хотелось. Но я считаю, что сделано за последние годы очень много, и предстоит еще больше сделать. И за этот год за счет областного и районного бюджета было закуплено 880 контейнеров. 315 контейнеров установлено в городе Великого Устьяга, 135 контейнерных площадок. И приятно видеть, что инициатива также в Устьюжан установить 5 контейнерных площадок раздельного сбора. Вы видите, они стоят у нас около контейнерных площадок. Действительно, вот таких контейнерных площадок в других муниципалитетах просто нет. Вот, Анастасия Николаевна кивает головой, это так оно и есть. И приятно видеть, что действительно, сначала, да, эта реформа стартовала, и были нарекания, вопросы, но потихонечку мы вопросы старались отрегулировать вместе с оригинальным оператором. Ну, согласен, есть о чем поговорить, есть что еще обсудить, но с каждым годом мы будем все-таки принимать решения, и я думаю, что этот вопрос, он отрегулируется. Ну, если уйти в историю и вспомнить, когда у нас было две таких больших контейнерных площадки, это по улице Транспортная и Гленицкая, когда постоянно их засыпали мусором, это когда заезжают в Устью или выезжаешь, настолько было неприятно и стыдно за наш город. Сами помните, как это все происходило, и я уверен, что нам сейчас вот этот вопрос, который был уже отрегулирован, и мы работаем по обращению с трудо-коммунальными отходами, это, я считаю, что в правильном направлении мы работаем, и вы нас поддержите в этом направлении. Подводя итоги уходящего года, мы ставим перед собой не менее важные амбициозные задачи, это, конечно же, увеличение доходной базы бюджета, в том числе и за счет снижения неформальных занятостей и легализации объектов налогообложения. Мы проводим большую работу, так как основные источники дохода бюджета Викторовского муниципального района – это отчисление НДФЛ, и, конечно же, налоги на имущество – это источники дохода бюджета городских и сельских поселений и рекомендации Викторовского района. Здесь надо прорабатывать, потому что очень много вопросов есть объекты, которые просто не зарегистрированы, не сданы и не облагаются налогообложениями. Очень многое уходит от регализации заработной оплаты в сфере экономики. Это, конечно, все складывается и работникам, и на жителей Викторовского муниципального района. Здесь по этому вопросу у нас работает рабочая группа, и мы отрабатываем в этом направлении. Строительство и реконструкция, ремонт социально значимых объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Но, учитывая то, что мы с каждым годом более 20 проектов выносим на городский совет и реализуем их, и я думаю, что и дальше продолжать в этом все темпе, уверен, что и 2021 год он будет не исключением, и 2020 год. Но есть определенные направления, которые надо обратить внимание, это ремонт уличной дорожной сети, продолжение ремонта уличной дорожной сети. Это уже мы сегодня приняли те проекты, которые будем ремонтировать. Мы уже сегодня думаем о проектах, которые мы будем выносить на городсовет на 2021 и на 2022 год. Уже сейчас мы думаем не о 2020 году, потому что 2020 год уже принято, уже профинансировано, деньги уже в бюджете, а нам надо уже думать о 2021 году. Какие уличи мы будем ремонтировать в 2021 году, и как мы будем, наш город, делать все более благоустроенно и комфортно. И, конечно же, привлечение молодых специалистов во все сферы народного хозяйства. В фильме вы видели, что у нас ведется работа по выделению квартир для молодых специалистов. В 2019 году мы провели переоборудование помещений по улице Шульниковского, 80. Слова благодарности, конечно же, нашим строителям, которые сделали эту работу. Тут шесть квартир, шесть однокомных квартир, получился очень хороший ремонт проведен. И уже молодая семья, которая приехала и выбрала квартиры, приехала к нам на прием с вопросом по квартире, о том, что молодая семья, он, работник здравоохранения, супруга его, работник здравоохранения, и приняли решение, мы уже посмотрели, и сейчас уже оформляются полностью у нас все документации по этим квартирам, и молодая семья заедет в эти квартиры. У нас еще пять квартир остается, одна комната и одна-трехкомнатная для работников здравоохранения. Будем работать не только по предоставлению квартир, но у нас еще в плане работы с вузами здравоохранения, вузами, медмедсинскими вузами, будем выезжать, встречаться, показывать фильм о Великому Устеге, встречаться с выпускниками, говорить о том, что действительно Великому Устег, он малый исторический город, он уровень выше, чем другие исторические города. Я это говорю в соответственности, потому что я вижу по другим городам, коллегам, и вижу, и с гордостью, говоря о том, что я живу в Великому Устеге, у нас много изменений. Другие города спрашивают, и видя наши результаты, наши работы за последние годы, они действительно удивляются и немножко завидуют. Молодые специалисты у нас, программа по молодым специалистам у нас разработана в администрации Великого Устега муниципального района с 2019 года, она полностью перепрофилирована. Мы работаем в поддержку студентов старших курсов вузов, мы также работаем по целевому назначению, финансируемые. Мы в программе рассмотрели и приняли решение о том, что будем компенсировать оплату ипотеки по 10 тысяч рублей в месяц специалистам, молодым специалистам. Мы будем также компенсировать на им жилье и приняли решение о том, что это будет специалистов в области культуры, это хореография и творческих работников, это действительно сейчас не стоит, жизнь на месте, и надо в этом направлении работать. И, конечно же, система образования. Педагоги, педагоги, особенно иностранного языка, и тут надо работать и поддерживать молодых специалистов за счет программы, муниципальной программы поддержки молодых специалистов. Расширение производства и создание новых рабочих мест. Это одно из направлений, которое также мы работаем с руководителями предприятий. И вы видите, как за последние годы у нас, несмотря на небольшую критику, я хочу сказать, что за последние годы у нас ни одно предприятие не закрылось. 6,5 миллиардов рублей инвестиций за два года вкладываются в комбинации за новатор. Более 130 рабочих мест будет в 2021 году, коллеги сидят с новатором, подтвердят. И выпуск продукции на 30% увеличится. И я скажу вам, что в последний раз мы были в декабре вместе с губернатором, посещали этот объект, как идет там строительство и ремонт новых зданий, устанавливается новое японское оборудование. Действительно берет за душу, что идет развитие в нашем Велико-Усском районе. Я уйти маленькую историю. Был на инвестиционном совете в городе Сокол, в Володовской области. И когда с окончания, там большой у них комбинат, говорили о инвестициях в 1,5 миллиарда рублей, мне была даже гордость, бралось за Велико-Усский район, где у нас в сельском поселении Самотоинском за два года вкладывается 6,5 миллиардов рублей. Это большие вложения, инвестиции в производство. В 18 ноября, на день рождения нашего российского Леда Мороза, мы вместе опять перерезали и дали вторую жизнь заводу Волода Биоэкспорт. Вы знаете, он работает, запустился после прослоя 10-летнего. Новый сотый денег зашел на птицефабрику. Уже на 1 января у нас более 160 тысяч голов в пурни суши. Полностью обновляют, поэтому отнят, работает инвестор. И вот сейчас я хочу сказать именно о том вопросе, который я говорил, что аэропорт, который мы строим, который мы реконструировали, он даст вторую жизнь, он даст еще больше шаг развития города Велико-Усска. Инвестор, с которым мы встречались, он такой интересный руководитель этого предприятия, часть его бизнеса, он сам проживает в Санкт-Петербурге частично, так редко приезжает в Санкт-Петербург, а в основное время живет в Лондоне. Он говорит, если бы у меня была возможность за час-полтора прилететь с Санкт-Петербурга в Велико-Усска, посмотреть, как идет бизнес, проанализировать и принять решение, что дополнительно там принести определенные инвестиции и улететь, а не ехать на поезде 20 часов или не трястись на машине, я бы чаще летал. А если я чаще прилетаю, соответственно, я принимаю быстрее решения и больше инвестиций вкладываю в этот бизнес. И очень много инвесторов, которые готовы развивать, вот в город Красавино москвичи приехали, знаете, детский сад, который стоял очень долго, выкупили, и сейчас они будут там разводить рыб, рыбное хозяйство открывают. Все уже выкупили, оформили здание. В город Красавино, перерабатывающие премиум лес предприятия, также выкупили инвесторы и развиваются, также запускают 2-е вторую жизнь. У нас в предприятиях на сегодняшний день, я не вижу, чтобы вот такая была стагнация, есть развитие, но я понимаю, что кризис маленько ослабил экономику, но на сегодняшний день вижу, что предприятия работают, тяжело, трудно, но в бизнесе всегда нелегко, потому что сам отработал более 20 лет в бизнесе до работы в органах местного управления. И считаю, что наш Великого Устья показывает неплохие показатели в развитии регионов инвестиций и в развитии всего Великого Устья муниципального района. С гордостью говорю о том, что я устюжанин, с гордостью говорю, что мы делаем очень много для развития нашего Великого Устья, района города Великого Устья. И хочу сказать, что Великий Устью на уровне других городов, малых городов, он стоит выше на голову. Мы тогда приезжаем на большие семинары, и мы выступаем, мы выступаем на уровне городов, центров регионов. Это столица, субъектов федерации. И к нам именно очень большое внимание, повышенное внимание в городе Великого Устья. Это, конечно же, все говорит о том, что проект Великий Устью, про деда Деда Мороза, городу Великого Устью, дал большой статус. Его узнают не только в Вологодской области, в Российской Федерации, но и далеко за пределами. В 2019 году вместе с делегацией были в городе Рига. Нас встречал посол Латвии. В Риге, и мы когда с нашим Дедушкой Морозом в центре Риги, где закрывают школы русскоязычные, и когда наш Дед Мороз шел под песню «Российский Дед Мороз», мне было гордо за то, что действительно наш Российский Дед Мороз идет в Риге и объединяет всех жителей Латвии. Латвии, русские, все бегут к Дедушке Морозу, обнимают Либитова, и, конечно же, взрослые дети загадывают желания. Я хочу, чтобы наше желание общее, это сделать в Великой Устье, в Родине Деда Мороза, было единым. И я уверен, что мы вместе сделаем много еще для того, чтобы наш Великой Устье был лучшим городом, не только Северо-Западной России, но и Россией, малым историческим предселением, малым. Спасибо за внимание, готовы ответить на вопросы. Дорогие друзья, мы переходим к следующему блоку нашей встречи, это блок вопросов. В зале у нас будут работать два человека с микрофонами, вы можете поднять руку, мы подойдем к вам, дадим микрофон. Необходимо будет встать, представиться и задать свой вопрос. Но, перед тем, как мы пройдем к открытому диалогу, также у нас корреспонденты ходили по микрорайону Гора и задавали жителям вопросы, которые они бы хотели адресовать в голове нашего района, но, к сожалению, не могут прийти на эту встречу. И поэтому начнем мы для начала с видео вопросов, которые были подготовлены заранее на улицах нашего города. Внимание на экран. Внимание на экран. Да, действительно, первый вопрос – это ограждение. Конечно, я полностью согласен с жителем нашего микрорайона, города Горустика, о том, что сделать на ограждение, выходят с автобуса и идут, невзирая на то, что есть там пешеходный переход или нет. Я думаю, когда мы уверены, когда мы подойдем, как я сказал, что 2021-2022 год мы не будем, ни в коем случае снижать их темпы по ремонту уличной дорожной сети, будем ремонтировать улицу Виноградово и обязательно рассмотрим в этом проекте ремонт ограждений, потому что ограждение между тротуарами и проезжей части. Что касается перекрестка с Кузнецово-Виноградово, это лужа, которую действительно все мы знаем, так мы уже называем себя пьохорная лужа, буквально недавно с Сергеем Анатольевичем сидели, обсуждали этот вопрос, как там решить, но проработали. И вы знаете, здесь проходит ливневая канализация. Там диаметр трубы у нас, где Николай Анатольевич? 600, труба 600 миллиметров, да? Да. Это такая большая труба. Но самое главное, она для тут ливневой канализации на глубине 6 метров. Представляете, как она будет? И она уходит, и мы нашли ее в последний здесь колодец, выход в районе ларька, который здесь стоит, ремонта обуви, да, Николай Анатольевич? Да. И уходит сюда на северную четверть. Мы сейчас вместе с МУПРДОКаналом решаем вопрос, как нам завязаться в эту канализацию и увезти ливневые стоки, вот как вот у гор, за много профильный колледж туда, вот с Красной горки спустить эту воду и обеспечить вот именно отвод этой лужи. Но это все мы пока будем разрабатывать, а лужи-то будет стоять. И приняли решение, вот знаете, увидели в НР пешеходные эти переходы, где стоят лежащие полицейские, поднятые, они такие широкие, большие, приняли решение, буквально вот температуры только у нас положительные обстанут, мы на этом месте установим, выложим лежащие полицейские, поднимем это место, чтобы можно было проходить, вот на первое время сделаем, чтобы можно было проходить, что не положим эти, не обходить, на перекрестках, на сам заходить, а именно, ну там, с отводными трубами, чтобы там не стояло, и с дальнейшим использованием отводных труб на колоди с северной канализацией. В этом году будем работать, будем установим пешеходный переход, поднимем, правильно я сказал, ответил сам на этот вопрос, кто задавал, житель, и также будем прорабатывать полиеневую канализацию, уводить все стоки, ливневые стоки, с этого участка, правильно? Потому что у нас все равно эти пешеходные, повесим и поднимем, мы этот вопрос не решаем, надо уводить, и мы в этом году все равно будем, добьемся этого результата. сделаем, уберем, потому что сам хожу, вижу, и стыдно, честно говоря, мне за всех моих коллег, и за себя лично, что это лужи до сих пор не ликвидируем. Ликвидируем в этом году. Уважаемые друзья, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Пожалуйста, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые. Спасибо за подробную информацию. Я как депутат третьего избирательного округа, что могу сказать, может быть, в плане будущего. Я могу сказать, что избиратели третьего избирательного округа, а также соседнего второго, они самые активные на выборах. То есть, если посмотреть статистику, то самая высокая явка избирателей была как раз на выборах президента в 2018 году, и, соответственно, на выборах губернатора в 2019 году в третьем избирательном округе. Ну, а имеются люди у нас хорошие здесь. Что касается конкретных объектов, значит, я считаю, уже в этом году можно было бы, если было принято соответствующее решение, с учетом приближающегося юбилея Победы, а также юбилея 250-летия Стефановского храма, все-таки завершить тротуары по улице Красноармейского, по улице Хабарова до, так сказать, ворот кладбища. Вот эти 150 метров остающиеся. Сумма тут не очень большая от Римборца. В принципе, если грамотно подойти, вопрос можно было бы решить уже в этом году. Вот. И как бы получилось бы единая, так сказать, линейка тротуара по улице Красноармейской, новый тротуар и аллея кладбища, которая была сделана в 2019 году. То есть мы бы вышли на Стефановскую церковь. И прихожанам, и всем нашим устюжанам посетить храмы, память предков, соответственно, помянуть было бы очень удобно и безопасно, потому что многие бы сказали пожелания именно по этому тротуару по Красноармейской, то есть по кладбищу. Что касается других тротуаров, на которые, конечно, правильно обращаться, главное внимание, но может быть, я так на скидку, тротуар у первой школы, который, конечно, не в хорошем состоянии находится, это раз. И, наверное, надо бы соединить территорию, так сказать, горы, то есть второго и третьего избирательных округов, это тротуар по улице Кузнецова, от улицы Пушкина до улицы Невочникова. Это старый вопрос, который требует решения, скажем, и его надо не забывать. А что касается дорог, то вы здесь упомянули совершенно правильно, потому что дороги на улице Виноградова, транспортные, которые ДСУ-2 делала в 1990 году, в этом году уже 30 лет исполняется, она была прекрасно построена, качественно, но всему, как говорится, есть свой срок годности, и если бы уже на 21-22 годы было запланировано на улице Виноградова, транспортная, то это было правильное решение, и параллельные тротуары тогда будут сделаны, и леверные ограждения, и безопасность. Спасибо. Пушкин, до улицы Невочникова, вот эти все схемы, которые мы сейчас тротуары выносим на 21-й год, о чем я говорил, что они также, эти все тротуары, которые вы озвучили, они входят в ту схему тротуаров, которую мы будем ремонтировать. Я полностью с вами согласен, но действительно, вот видите, вы как депутат этого округа задаете вопросы, именно, значит, и к вам обращаются избиратели, значит, наше с вами видение на ремонт тротуаров, значит, совпадает, будем делать, ремонтировать. Спасибо за вопросы, действительно, это будет делаться, и мы вместе с вами отремонтируем эти тротуары. Так, коллеги, пожалуйста. У нас во второй школе, мы два с половиной часа разговаривали с жителями. Здравствуйте, Шелоска Марина Анатольевна, меня интересует вопрос экологии, экологии конкретно птицефабрики, как будут решаться, решаться вопрос по отходам птицефабрики, потому что в предыдущие годы все отходы вывозились просто в ближайший лес, и сбрасывались там в сторону железной дороги, вот туда, на поля, и также там еще есть пило, какое-то, перерабатывающее, какое-то дерево, перерабатывающее, небольшая пилорама, и они тоже свои отходы вывозят вот в этот ближайший лес, прямо в лесу оставляют пиломатериалы ненужные, горбы и различные пилоподходы. Вот, отвечу сразу за вопрос вот этой свалкой нестантированной, которую вы имеете в виду напротив очистных сооружений, она ликвидирована в 19-м году. Что касается отходов по птицефабрике, у нас отдел экологии провели работу, и вот, когда новый собственник зашел, мы поставили условия, условия о том, чтобы они построили новый полигон отходов, и они сейчас оформили участок, и проект с методом документации, и будет новый полигон, тот полигон, который соответствует нормам и правилам, именно для утилизации вот этих отходов. А вот в районе птицефабрики, недалеко у них там сейчас не могу сказать, что вот, но этот вопрос мы сразу же заострили внимание, потому что там есть очень много вопросов и по вывозу этих отходов там и частными лицами возят они, загружают, делают себе там складирование на определенных участках, и птицефабрика, так, тоже отходы, не только птицефабрика, там и агропромышленный комплекс, есть вопросы, мы нашли определенные поля, там, где они складировали, так что от животноводческих комплексов, так что есть вопросы, мы это все будем регулировать, и уже регулировать, собственник уже разрабатывает ПСД, и мы земельный участок выделили, они будут соответствовать нормам и правилам делать новый полигон. Пожалуйста. Добрый вечер, Бабыкина Валентина, житель дома Луначарского 45, очень плачевный вопрос у нас жителей вам. Дело в том, что знаете, где находится этот техникум, и дом вот рядышком 45, нам нигде ходить. В доме в этом Луначарского проживает 27 ветеранов, все в возрасте люди. Только две семьи, которые молодые, ветеранам двоим более 90 лет. Тротуара возле дома совершенно нет. Тротуара нет. Это один вопрос. Но вопрос еще плачевный, что нам ходить приходится между сараями. Это жутко. Техникум-то прикрыл нам сюда ход. Дальше у нас только транспортное. транспорт может проехать, тротуара вообще нет. Вот обратите на это внимание. Ну по Технику я что могу сказать? Все-таки есть требования по антитеррористической защищенности учреждения образования, но я думаю Андрей Иванович 27 там ветеранов, а у нас это двухэтажный кирпичный дом. Трехэтажный трехэтажный кирпичный дом. Все в возрасте людей. А раньше как вы проходили? Через территорию? Да. Столик проходил. Андрей Иванович, а нельзя установить калитку сходовым замком чисто для жителей, у каждого будет кнопочка открыли и пошли. Этот вопрос мы можем с вами атрибулировать? Мы только забыли. давайте сделаем так. сейчас совещания уже темно. Я приеду вместе с вами и с жителями пройдем посмотрим по территории и примем решение как можно этот вопрос отрегулировать. Договорились? Хорошо. Отрегулировать не нарушают рекондации? Конечно, не нарушают рекондации. Так, у меня коллеги запишут сразу на ра, да? Все пишут. Так, пожалуйста, задавайте вопросы, не фрестяйтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Алексей Александров. Александр Владимирович, не знаю, вопрос к вам либо представителям компании Aqualine. У меня вопрос по контейнерной площадке напротив общежития Многопрофильного полководка колледжа. Вы представляете, да, на Пушкине? Там большой потейнер. Вот. Мне бы хотелось узнать, будет ли он как-то облагорожен или просто будет в ту жизнь стоять такой контейнер гигантский, который там с размаху на забрасывающий пакет с мусором. с мусором. Анастасия Николаевна, вы или Сергей Анатольевич? Анастасия Николаевна, давайте расскажите. У нас как раз руководитель отдела. Здравствуйте. Которые у нас везде расставлены один на один пластик в зеленом цвете, но на будущее рассматриваются контейнера для крупногабаритного мусора. Они объемом будет 8-кубовый для того, чтобы они были, как правильно вы сказали, облагорожены и выглядели более, так скажем, удобно для жителей. Это будет все в ближайшее время. Ну, как я сказал, что за год сразу всю проблему эту не решить. Мы будем эти вопросы решать. с выступлением от вас этих вопросов и предложения. Конечно, что это будет решаться. Пожалуйста. Да, действительно, сегодня мы ведем большую работу. А, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотела бы вот видела тут, значит, так, жительница города подождите, Красноармейская, 69 дом. Вот, Профок сейчас видел, очень все красиво будет, очень все будет прекрасно. Хотелось бы знать, заезд улицы Красноармейской будет ли сделан? Вот у нас около дома вот, да, вот ФОК, вот садик 24-й, вот это место очень, очень грязно, очень всегда. Один фонарь сделали, конечно, слава Богу, но у нас и старушки там действительно, и детей очень много. И вот, да, все бы хотелось бы, чтобы нас тоже не забыли. Ну, как я сказал, будет благоустроена территория и проведены ремонтные работы по уличной дорожной сети от улицы Кузнецова до ФОКа и обустройство парковочного места, вот там, где машина стоит. Это асфальтно-бетонное исполнение. в проекте пока вот этот вопрос. А в проекте от улицы Красномейска до Детского сала, там в проекте этого нету участка. Ну, там очень много машин ездит, первой школы сюда там трехрядно. Мы сделаем по-другому, мы когда будем ремонтировать вот этот участок дороги, мы с дорожниками переговорим, там сможем что спланировать, может где-то отремонтировать, и в асфальте-бетоне не обещают, но отремонтируют этот участок отремонтируем другим материалом для него. Чтобы заклицовать, чтобы выезд был, получается, до центра ядового раздавления по асфальту, а там дальше выезд. Я сам проходил, видел, там действительно надо, там ямы большие, они уже укатаны, настолько надо, срежем, выровняем и подсыпем, где надо. Чтобы деткам было удобно и старушкам спланировать. Участок от улицы Неотечкова до улицы Кирова отремонтировать в асфальтно-бетонном исполнении, чтобы действительно не превращать ту новую улицу сразу в грунтовую, чтобы все грязи там завозили. И первый слой уже уложили в 2019 году, второй слой будет в этом году и, соответственно, дальше продолжение улицы Сахарова, улицы Пушкина с закольцовкой на улице Кузнецова. Здесь также будем делать, посмотрим, что действительно была соответствовала улица одна в асфальтно-бетонном исполнении, а вторая тоже, конечно, надо требовать давно на ремонт. Мы отремонтируем, сделаем, поможем. Я думаю, что тут невелика затрата будет. Проведем. Даник Владимирович, поддерживает меня строитель, значит, сделаем. Так, пожалуйста, еще. Так, Алексей, пожалуйста. Меньшко, Алексей, у меня вопрос такой. Будет ли продолжен ремонт по улицам Максима Гойкова и Пушкинка? Это первый вопрос. Потому что частично ремонтировано в 2019 году. Следующий вопрос, не вопрос, а даже просьба. Поставить знаки, разграничивающие главную дорогу по улице Эмгельса. Часто сейчас дорога в асфальте, летают, смежные улицы выезжают, путаются, почти аварийная ситуация была. Постоянно. Тем более очень много ходит население пешком по этой улице по Эмгельсу в сторону набережной. То есть, как говорится, бабушки, дети, там вообще. Тут, видите, тут надо, чтобы должна и дисциплина водительская была, чтобы водители были с пониманием. Я вот живу тоже вот на микрорайоне Гора и выезжаю с улицы Пушкина на улицу Хабарова. Они равнозначные улицы, они в грунтовом исполнении на протяжении уже 15-16 лет я живу в том районе, я всегда пропускаю, когда машины едут по Хабарову, хотя у них помеха справа, они должны меня пропустить. Потому что тут воспитание. Вижу сразу, что они летят, уверены, что они едут по главной, они едут. Вот надо тоже, вот видите, когда улицу Павла Покровского отремонтировали, вы помните, сколько у нас было ДТП на этой улице. Дорогу сделали и начали летать. Пришлось там устанавливать лежачие полицейские. Вот тоже дисциплина водительская, она должна присутствовать. Меня коллеги, с ВВД поддерживают, потому что зачем превращать нам улицы в сплошные лежачие полицейские, если маленькие, мы должны сами проводить профилактику как для водителей, так и для пешеходов. Ну а то, что касается знаков, обязательно рассмотрим этот вопрос, то, что вот именно Сергей Анатольевич, вы понимаете вопрос, о чем я говорю, да? Давайте запишем, давайте рассмотрим этот вопрос и действительно, раз не понимают, будем больше знаков устанавливать. то, что по Максиму Горького и Пушкариха, сразу скажу, в этом году мы не планируем дальше продолжать любые работы, потому что очень большие работы будут у нас по второй части, это, как я сказал, Дежнево-Щелкунова, 96 миллионов, там будут большие работы проводить. и я у нас Саня Николаевич здесь, Сорокин, это мы наоборот переживаем, то, что тот объем, который мы набрали и объем, который еще есть по ремонту оригинальных дорог выполнить наше предприятие Дорсу, вот это тоже важно. Ну и соответственно, конечно, финансы, финансы, так вот мы 140 миллионов видели, но будем продолжать ремонт и работы второстепенных наших дорог в готовом исполнении при дополнительном финансировании. Мы же рассматриваем улицы, ремонт территорий детских садов дополнительным финансированием, мы принимаем решения и ремонтируем. Но параллельно у нас есть проекты, которые уже есть готовы к исполнению, если у нас есть возможность профинансировать, у нас есть поправки или финансы дополнительные будут, мы готовы сразу приступать к ремонту уличной дорожи сети тех по улицах, на что у нас еще дополнительно уже готовый документ. Потому что в полном объеме готовы работать в этом направлении. Как вот сейчас ведутся у нас переговоры по классификации, что у нас есть возможность поучаствовать в этом проекте, так как в определенных районах оказались проводить работы, и мы сейчас пытаемся попасть в эту программу. Пожалуйста. Здравствуйте. Александр Владимирович. Красноармейской нечетной стороны, потому что все внимание на четную сторону идет. А здесь с этой стороны у нас тротуар не чистится, особенно если идти от Кузнецовой и дальше, что в связи с этим люди выходят на дорогу, потому что нечищено. Вот кто должен чистить тротуары? Если мы берем на себя, как говорится, жителей, чистим, но дальше есть участки, в которых вообще никто не живет, и вот кто должен вообще чистить их? Там хотя бы один раз, два раза, затем у тракторов пройдется маленький, а по этой стороне вообще люди идут, как говорится, протаптывают, как лыжню эту сторону. Ну давайте по правилам благоустройства нам Сергею Анатольевичу дадим слово, да? Сергей Анатольевич, глава муниципального образования города про тротуара он скажет. Я сейчас скажу, у меня очень много приходит обращений в ВКонтакте, лично пишут, у меня тротуар дома не вычищен, вопросов нет, я сейчас срочно приду, вычищу, потому что я не владею полностью ситуацией по тем тротуарам, которые обслуживаются, но скажу сразу, не все тротуары обслуживаются у нас нашими подрядными организациями. Это было у нас шло традиционно, но мы каждый год увеличиваем количество тротуаров в те контракты, которые у нас обслуживаются. Сергей Анатольевич, пожалуйста, вам слово. Да, на самом деле тротуары не все у нас в контрактах, в основном те тротуары, которые магистральны, где большой у нас поток людей. Что касается тротуаров участного сектора, то существует правило благоустройства муниципального образования города Великий Усть, где есть понятие закрепления территорий для благоустройства. Для частного сектора это 5 метров под границей земельного участка. И в принципе обязанность по содержанию этой территории возлагается на собственник. Мы в принципе понимаем, что не у всех есть возможности силы для провести очистку от снега этой территории, поэтому стараемся включать максимальное количество муниципальных контрактов. Я Александр Ильич правильно сказал, с каждым годом увеличиваем, увеличиваем это количество, но у нас и строятся новые тротуары, что мы строим новые дороги сегодня вместе с тротуаром, у нас это тоже входит в контракт. Размер бюджета муниципального образования города Великий Усть, он только в этом году как бы финансово выздоровел практически, можно сказать, мы избавились от времени большой кредиторской задолженности, поэтому я думаю, количество тротуаров будет еще увеличено, будем смотреть, естественно. Я думаю, что постараемся и строить тротуары, и их обслуживать достоинно. Цветы не запрещают уже. Нет, нет, нет. Я понимаю, что хотелось, чтобы тротуары были с обоих сторон каждой улицы, но поверьте, у нас есть дороги, где нет тротуаров ни с одной стороны, поэтому надо как-то тоже подходить на сегодня, наверное, разумно все посмотреть, принять решение, и где уж нет тротуара ни с одной стороны дороги, наверное, в первую очередь мы там будем делать. И неправильно. Мы не обращаем внимание так особо все внимание на левую или на правую сторону, мы обращаем на весь город, и на весь, мы если сегодня говорим о микрорайоне Гората, на весь микрорайон, ни в коем случае нет у нас там приоритета левых и правых сторон, есть действительно, мы смотрим там, где идет большая пешеходная зона жителей. Я раскладываю, стоят гаражи, а это считается, значит, дети проходят через эти гаражи, выходят на дорогу, по этой стороне мы не можем пройти, потому что дети выходят на дорогу, потому что эти гаражи частные, они мешают, нельзя ли их убрать? Ну, надо посмотреть, чей участок земельный, во-первых, под гаражами, если это муниципальный, конечно же, мы проработаем у нас, вот буквально мы вчера провели заседание уже межведомственной рабочей группы, которые будем уже более расширен в формате, на следующей неделе будем проводить, это будут и энергоснабжающие организации, энергоресурсное все-таки посаджающие, полиция, налоговая, органы мест самоуправления, и мы будем сейчас работать именно по тем самовольным гаражам, которые установлены на муниципальных землях, и, соответственно, конечно же, через суд будем заставлять их выявлять с помощью сотрудников полиции собственников этих гаражей, и, соответственно, конечно же, будем через суд заставлять, чтобы они их ликвидировали, убирали. Есть очень много уже к нам таких же обращений, как и ваше по гаражам самовольным установленным, в Великом Устье раньше ставили. Но эти гаражи, они давно там стоят. Мы знаем. И не только там. Просто сейчас мы с колясками, дети ходят, нам приходится выходить сейчас прямо на проезжую часть. Хорошо, давайте ваше обращение запишем, и один из этих вопросов, который будем смотреть на межвидостной рабочей группе по этим гаражам как раз вас включим. У нас также гаражи у 2 гаража, мы сейчас строили спортивное ядро у 4-й школы, 2 гаража не усынят. Есть жители, пользуются, видим, заезжают, открывают ворота, но сегодня надо найти этих жителей для того, чтобы подать на них суд, чтобы они убрали эти гаражи самовольную установку. Если они не убрали, все гаражи убирают, только 2 осталось. Я почему-то сказал, коллеги из полиции нам помогут найти этих собственников, а мы дальше проведем все процедурные вопросы для того, чтобы убрали эти гаражи. И не только, есть у нас и самовольные постройки на землях, муниципальных землях, это тоже мы также на комиссии, на межведомственной рабочей группе будем решать и привлекать, и даже заставлять сносить эти постройки, которые установили и уже даже открыли магазины. Пожалуйста. Здравствуйте, Поздеев Александр, тоже жители района Гора. У меня такой вопрос о дополнение к предыдущему. Так как политехнический техникум сейчас оградил часть территории, по которой была проложена тропа, и именно сейчас вход на проезжую часть из-за этого жители, которые ведут детей в детский садик, спешат в школу, вынуждены проходить на проезжую часть. То есть нельзя ли сохранить право общественного сервитута через вот эту территорию, которая раньше была доступна всем, например, уже, не знаю, калитку сделать? Я знаю, спасибо за вопрос. Я знаю про эти гаражи, Сергей Анатольевич, мы выходили, как раз про эти гаражи ведется речь, да, около сквера на городе, там недалеко, да, ну, все, я понимаю. По этим гаражам мы уже встречались и принимали решение, я думаю, доведем до конца этого самого. Потому что мы будем в дальнейшем, о чем я и говорил, эту территорию благоустраивать сквер. И, конечно же, эти гаражи будем оттуда ликвидировать. Пожалуйста. Александр Владимирович, по поводу курилки, значит, курили по этой дороге студенты, то есть курение на территории учебного заведения запрещено, сделали, значит, специальное место отведенное за территорию учебного заведения, опять люди недовольны. Андрей Иванович, всегда было такое, всем довольны не будешь, но мы с вами давайте встретимся и в том числе сходим на тот участок и посмотрим. Да, завтра найдем время. сходим. Дарья Васильевна, там запишите, чтобы график написать. Так, пожалуйста. Советский проспект Советский проспект и до улицы Голосовича, можно даже по обеим сторонам посмотреть. Планируется в 2021 году. Кроме почты, где можно оплатить? Дело в том, что почты аппетита растут, было 8 рублей, сейчас уже 16. Где-то я читала, что мы собирались у себя сделать пассу. Когда это будет? Микроходчик, зайти, я не слышно будет. Значит, на сегодняшний момент вопрос этот, я думаю, что в ближайшее время он решится в положительную сторону и платежи будут приниматься на средствах 121. А так вы можете на сегодняшний момент оплачивать еще Сбербанку. Мы поднимали, вы сказали, не без комиссии, где еще можно, кроме почты России, Сбербанк. Нет, у нас на сегодняшний момент нет платежей, комиссия, предполагаю, что ее не будет. если вы будете пользоваться терминалом, там всего лишь 2 рублей. Или, по-первых, надо взять помощь в проведении мероприятия. Вот такие молодые у нас специалисты, растут, наша смена, потому что, видите, это председатель молодежного парламента Великогорска муниципального района. Такие активные наши молодежи, которые действительно вместе с нами идут и помогают нам в реализации проектов, которые мы вместе с вами делаем для того, чтобы сделать жизнь для Усть-Жар комфортной, безопасной. И видим, как действительно город меняется. Меняется он в лучшую сторону. И я говорю с полной ответственностью, что действительно сегодня те проекты, которые мы делаем, делаем мы, это проекты, которые поддерживают губернатора Вологодской области. Когда мы формировали пол вопросов, вот эти вопросы, которые выносили на 19 декабря на градусный совет, знаете, как обычно у нас на Руси, в России больше дадут, ну, меньше. Мы вместе с нашей командой подготовили 22 вопроса, вынесли на прогон, перед градусов там проходит прогон, и вы знаете, все вопросы, которые мы вынесли, губернатор поддержал. Ни одного вопроса у нас не вычеркнули. Мы за голову выступили с коллегами, придется все реализовывать, но откуда деваться. И действительно, вы видите, сколько проектов мы на 2020 год включили в план, и уже они приняты решение губернатора поддержать финансово на 2020 год. Работы будет очень много. И я уверен, что в конце года, когда мы будем подводить итоги, итоги по реализации программы проектов, мы с уверенностью будем говорить, что работы все выполнены в срок, и главное, чтобы не подвели подрядчики. Подрядчики, которые приходят, бывают даже из других регионов, и приходится с ними с утра до вечера вот это в ручном режиме работать, как это было на площади Лейна. Я знал каждого бригадира, и какое количество работников у него в бригаде работает по укладке плитки, по озеленению. Этого электрика уже и телефон у меня был в книжке, потому что он звонил, когда выключались там линии, и я постоянно его вызывал с Володы, чтобы он приезжал, ремонтировал и останавливал. Все это, конечно же, но если мы в ручном режиме работаем, и итог-то есть. Если глаза закроешь и ждешь, пока контракт выполнишь, конечно же, они будут так и относиться. И сами подрядчики пришли, и руководитель подрядной организации сказал, спасибо большое за то, что вы с нами так плотно работали. Нам с вами понравилось. И это говорит о том, что с желанием подходит вся команда, которая сегодня работает. Команда, я хочу ее назвать город Великий Устюг, Великоустский район. Все мы, и вы, жители нашего Великоустского района, помогаете, поддерживаете нас в плане действительно того, что сегодня были такие моменты, когда мы ремонтировали и проводили большие ремонтные работы по площади Ленина. Вы помните, какой у него доступ был в центре города. Это и грязь, это все. Не было больших обращений, не было... Мы понимаем прекрасно, когда идет ремонт, есть определенные неудобства. Но зато потом, когда мы уже на выходе смотрим результат, это приятно видеть глаза. И когда мы открывали вместе с вами 6 сентября площадь Ленина, и было приятно видеть, и дети бегали, занимаясь всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Егорова